Этой весной исполнилось 16 лет с момента победы ЦСКА в Кубке Уэфа. Победы знаковой, первой для российского клуба в Еврокубках. Победы, которая зародила мысль «Мы тоже можем». О том, как ЦСКА Газаева и Гиннера собирался, о том, как он побеждал, и о том, почему такие успехи все дальше от российских команд в последние годы, расскажем прямо сейчас. Ну, это была идея Евгения Гиннера. Позвонил мне, мы встретились, обсудили вопросы, которые его волновали. Предложил мне поработать в ЦСКА. Где-то полчаса нам хватило для того, чтобы обсудить эти вопросы. На следующий день мы встретились, я подписал контракт и начал работать. На тот момент ЦСКА скупал всех молодых талантливых футболистов. Ну, и меня тоже купили. Я, в принципе, уже полгода играю в «Торпеды», знал, что я перейду в ЦСКА. Да, я знаю, что переговоры по переходу проходили достаточно легко, потому что у «Торпеды» на тот момент не было особо денежных средств к существованию. Игорь Пиюк и Алексей Трипутень приходили вместе со мной, в принципе, по большому счету, за определенные денежные кредиты команде «Торпеды», чтобы как-то продержаться сезон. Нужно было пригласить молодых игроков, тем более до этого я работал в молодежной сборной, практически всех игроков я знал, и, конечно, и в молодежной сборной, и в московском «Динамо», и мы, безусловно, на каждую позицию пригласили молодых талантливых футболистов. Я, значит, практически три дня проводил встречи со всеми футболистами, руководством, и около, по-моему, 14 футболистов мы уволили, и где-то примерно 14, и столько получилось и руководящий состав. То есть, фактически, мы начали работу с чистого листа. Главный прикол – это пройти, наверное, с Ореговичем Газаевым огонь, воду и медные трубы, и потом тебе становится гораздо легче. Понятно, что нагрузки были достаточно большие, и местами очень оригинальные, да, например. Первый сбор проходил на Оске, куда, в общем-то, мячи брали для того, чтобы поиграть в теннис-болку после физических нагрузок. У тебя форт легкий, да, просто не все были готовы, и с непривычки, конечно, было очень сложно. Потом немножко втянулись, там, может, через годик-полтора уже стало легче, но поначалу, да, сборы, где очень много, уделялось внимание на такую беговую работу, то, что футболистам не всегда нравится, и до сих пор вспоминают, что мы там, да, только прилетели в Израиль, там, на сборы, вечером, в любое время, неважно, это днем или поздним вечером, выпили сок или чайку, и все, через полчаса на поле, и побежали. Валерия Газаева нет такого, если ты не можешь выполнить такую физическую нагрузку, ты собираешь свои вещи и едешь домой, можешь не объяснять, что там с тобой происходит, почему так и что так. В общем-то, его требования были понятны, и, естественно, мы с Васей старались держаться, держать эти нагрузки. В общем-то, у нас выхода другого не было, тем более, в тот момент мы понимали, это, наверное, единственное, чем мы могли взять или отличаться от более опытных и более подготовленных футболистов, это своими трудолюбиями, в первую очередь. Любимая дистанция, самая тяжелая была, это 6 по 1200, которые просто ты бежишь. Перед этим еще была невероятно ужасно тяжелая разминка, которая длилась минут 40, 30, 40. Все на интенсивности. Все на интенсивности, все тяжело. После этого ты просто ползаешь на кровати, а спать не можешь, да, потому что ты вроде бы устал, а вроде бы тебя все болит, и ты ничего делать не можешь. И вроде бы один день так он проходит достаточно гладко, да, но когда у тебя это все накапливается, то есть просто какие-то невероятные ощущения, когда ты просто выходишь на следующий день на утреннюю тренировку с мячом, тебе кажется, что ты не хочешь ничего делать абсолютно, да, и у тебя болит каждая мышца. Я даже не знал, что такие мышцы существуют. В Израиль приезжали, по-моему, первый день такой, был втягивающий в нем бегали, там 3 по 1200, и потом там следующий 6 по 1200, и потом уменьшалась дистанция и увеличилось количество повторений. Такого, в принципе, наверное, я не испытывал никогда, когда у тебя болит все, когда ты просто на каждую тренировку выходишь с таким ощущением, что ты сейчас умрешь, но ты не умираешь. То есть это, наверное, можно назвать таким броском в воду маленького ребенка, который выплывает и потом плывет и спокойно относится к воде. Как команда держала нагрузку? Блевали, но бежали? Вот я бы сказал, да, наверное, ты очень хороший привел пример. Вот так вот оно и было. Блевали, бежали, кто не бежал, собирал вещи, ехал домой, все очень просто. Такие были? Да, такие были. Кто-то просто не приезжал сразу же на сборы, потому что я-то не знал Валерия Газаева, да, только по слухам, что нагрузки там действительно будут большие. Но кто знал, просто не приезжал, сразу говорил, ну, окей, все, я пошел в другую команду. И были такие, кто понимал уже на сборах, что он эти нагрузки не держит и собирался, и, в принципе, не уезжал. Ну, конечно, не все, откровенно скажу, могли выдержать эти нагрузки, но другого выхода просто не было. Те, кто не выдержал, конечно, они и дальше уже с нами не работали. Очень тошнело, ребята, от нагрузок, да? Ну, конечно, да. Ты прям бежишь, проблевался, но Андрюха, например, сломательный, проблевался, и следующую серию опять побежал со всеми. Это и нравилось Валерию Георгиевичу, да? То есть это вот отношение к работе, наверное, к победах, чтобы что-то выиграть, надо пройти через это. Когда Валерий Георгиевич возглавил сборную России, мы приехали, и он похожую тренировку чуть полегче делал в сборной, все смотрели на нас из тех ребят, которые приглашались в ССК, и говорили, вы всегда так тренируете. Да, для нас уже было легко, да, что-то такого. Первая встреча с Гиннером, как это было, и какое впечатление он произвел? Правда, что его боялись? Да я бы не сказал, что его, возможно, ну как сказать, ну то, что бы боялись, но то есть его авторитет ни у кого не вызывал сомнений, я бы так сказал. То есть он абсолютно четким, понятным языком расставлял все по своим местам. Соответственно, все обещания, которые были им озвучены, всегда выполнялись. Человек, который невероятно был увлечен футболом, невероятно, наверное, относился к нему, вникал во все подробности, ему было очень интересно, постоянно приезжал на базу. Ну а так, уверенный в себе человек, достаточно веселый, с хорошим чувством юмора. И, наверное, мы знаем там Евгения Норыча, там Валерия Георгиевича. Наверное, иногда с другой стороны, не так, как все другие. Зигара Евгения Норыча была фирменным знаком. Истории из жизни рассказывал, каково ему приходилось в его этапе взросления, и каково сложно было за мою дорогу в жизни. Рассказывал, конечно, что его смелость в сложных ситуациях, период был смутный. Я думаю, мы еще застали этот период и 90-х летних. И, конечно, приходилось показывать свой характер. Говорят, что Динер иногда мотивировал вас анекдотами. Это правда? Да, бывало. Они были достаточно жесткие, с матом, но в них всегда был скрыт глубокий смысл того, что, ребята, не надо расслабляться, надо играть в футбол. У нас была неудачная серия, и мы как-то не очень хорошо выступаем. На тот момент Евгения Норыча приезжает на базу, и говорит, ребята, вы меня знаете, партсобране я... Устраивать не буду. Но расскажу вам анекдот. Да, то есть мальчик подходит в окно и видит там двух собачек. И зовет папу, и говорит, папа, папа, иди посмотри, что это там собачки делают. Папа сыну начинает объяснять. Да, то есть, сыночек, ну видишь, вот одна собачка залезла на другую, так держится лапками, ну вот и что-то происходит. Папа, папа, ну я же не понимаю, что они делают. Сынок, ну вот смотри, вот одна собачка, которая снизу, она расслабилась, а та вот собачка, которая сзади, вот она поставила лапки, ну и стоит вот так вот сзади, вот пытается, ну как бы, что-то делать. Понимаешь, сынок? Он говорит, ну да, пап, я понимаю. Ну а что ты понимаешь? Ну, понимаю, что если расслабиться, тебя выгибут. Действовало? Ну, действовало. То есть было понятно, что если вот это не сработает, дальше разговор будет как бы немножко в данном ключе. Ну да, все-таки и Валерий Георгиевич, и Евгений Норрович на тот момент были достаточно вспыльчивые люди, которые иногда кричали, шумели, но это все было всегда в каких-то рамках, они не переходили на личности, да, и на оскорбление личности, да, то есть это было всегда, то есть, можно сказать, по делу. Еще же бассейн был легендарный. Вот, и отдельная история, особенно, да, Дэвида Сашемперса, которому сложно давалось плавание вообще, и, конечно, тренировки в бассейне, еще поздним вечером после двух тренировок в Железноводске мы были, да, сначала утренний подъем ранний, водичка, тренировка, обед, тренировка, ужин и бассейн. Естественно, плюс все это водичка постоянная, конечно, это все так в режиме нон-стоп было непросто, когда после бассейна уже сердце, ты уснешь двум, уже вставать опять рано, то есть, запомнилось надолго. Тренировка в бассейне, как это было? Вас просто погружали под воду и заставляли сидеть, потому что дыхалка развелась? Ну, нет, нельзя же так упрощать. Все начиналось с плавания, различными стилями, опять же, в большинстве своем, для многих, это была и ментальная тренировка, тоже, естественно, за целый день ты устаешь, силы где-то заканчиваются. Третья тренировка в день, да? Да, кто-то не умел плавать. Кто, например? Ну, как бы, умели плавать, но прям совсем плохо, если я правильно помню, это, по-моему, Юра Лайзенс и Делитс, опять же, никто, если говорить честно, сильно по шапке за эти упражнения никто не получал. Ну, не можешь ты плавать, плывешь там, отталкивался, условно, Дэвид с Юрой от дна бассейна и так продвигались вперед. Никто за это слово не говорил. Вопрос в том, что надо было достать спинку другой стороны бассейна. Неважно, как ты туда доберешься, да, и к каким стилям и так далее. И в конце уже всех этих упражнений, да, было вот это упражнение, которое ты говоришь, где на задержке дыхания там по какое-то время, но опять же, никого за эти упражнения не выкидывали, не отстраняли. Там вопрос просто, если у тебя закончилось дыхание и ты вылез, тебя ногой отправляли обратно, и дышать под водой, учиться. Было периодически достаточно весело. Ролан Гусев начинал под водой ржать просто на всю, на весь бассейн, там, да, да, и реально тебе хочется вынырнуть и глотнуть воздуха. Единственное, что я из этого помню, потому что весь Железноводск, он находится в какой-то пелене, потому что ты просто там не успеваешь восстанавливаться, тебе кажется, что ты постоянно тренируешься, да, то есть у тебя нет времени даже на то, чтобы просто отдохнуть, поспать, почитать книгу, ты постоянно идешь то воду пить, то куда-то бежать, то в бассейн. Алан Кусов это просто был спаситель всего, всей команды ЦСКА на тот момент. Он выныривал первым, и все тренеры бежали и заталкивали его обратно, и в этот момент была возможность вынырнуть и взять лотоку. Мы уже, когда с Серегой и Нинашевичем переходили, уже этих сборов не было. Ну, Валерий Георгиевич тоже как бы трансформировался, трансформировал свою подготовку, стиль свой, с приходом бразильцев, опять же, она тоже немножко видоизменялась. Он понимал, что... фактически рост постоянно. Это было какое-то время просто невыносимо, потому что ветераны более спокойно как-то тренировались, а мы тренировались под громаднейшим надзором глаз Валерия Георгиевича, который не спускал вообще нам с рук ни один эпизод. Также отношение Валерия Георгиевича изменилось после 2005 года, когда мы выиграли Кубок УФА, то есть это отношение кардинально поменялось и Валерий Георгиевич пришел других жертв для своих раздевательств. Всегда, когда ты выполняешь какое-то упражнение, которое связано с физической нагрузкой, с техническими элементами, и когда ты действительно делаешь полную силу и рядом с тобой стоит Валерий Георгиевич Газаев постоянно и говорит, что ты должен делать еще быстрее, а ты просто не можешь ну должен это делать, то в общем-то каким-то с помощью неимоверных усилий ты начинаешь ускоряться и скажем так, вот как раз когда ты проходишь огонь водо-медные трубы через пару-тройку лет вот это его въедчивость конкретным конкретным футболистам становится меньше и становится чуть-чуть полегче, скажем так. Вы прибавляли через это или просто закалялись? И закалялись и прибавляли естественно. Окончание сборов с Валерием Георгиевичем особенно первые два года 2003-2004 окончание сбора было, наверное, сравни победе в чемпионате России да, то есть это была такая радость неимоверная, что казалось что все да, то есть у тебя была только мысль надеяться, что больше такого никогда не будет и на следующий год начиналось все опять по новой все это дало плоды все это заложило базу физическую которая давала нам дало нам шанс играть на протяжении долгих лет на очень высоком уровне первый год который мы работали вместе мы выиграли кубок и выиграли первое место по итогам чемпионата фактически конечно это был прорыв ну а если бы этого не было то конечно подвернулся много критики было бы и всего остального но тем не менее сразу в первый год мы выиграли два важных титула значит единственное у нас была переигровка с локомотивом где мы проиграли 1-0 конечно были разные времена и был хороший период с Олегом Васильевичем Далматовым когда все-таки были вторыми были третьими но с Олегом Георгиевичем с приходом Валерия Георгиевича конечно по наверное тоже и по составу и по состоянию в этот момент мы готовы были к тому чтобы бороться за за медали и сложился у нас чемпионат достаточно хорошо но к сожалению мы смазали концовку был шанс у нас будет первыми но провели неудачную концовку у нас золотой матч такая уже лотерея один удар который решил все 10 лет с 94-го года я был в ЦСКА и естественно сколько лет когда ты ждешь мечтаешь ты всегда делаешь свою работу стараешься делать максимум естественно любой футболист мечтает о том чтобы стать чемпионом чтобы быть первым и это абсолютно правильно и после второго места обидного второго места конечно хотелось исправиться и во что бы то ни стало выиграть чемпионат и слава богу что нам это удалось конечно это была очень и очень долгожданная победа вы перед матчем как-то вспоминали что этот стадион для вас счастливый уже однажды чемпионское звание здесь выигрывали ну как-то не хотелось удачу пугать поэтому так вспоминал но про себя ну наверное тяжело сейчас говорить чемпионская игра не чемпионская игра это все настолько относительно но видите мы на первом месте значит наверное мы все-таки победили всех тех кто писал недоброжелателей и всех остальных ну чемпионство к нему и болельщики и команда шла довольно долго много игроков много поколений думаю сменялись люди сменяли тренерский штат но все-таки добились того что самое главное внутри российском первенстве это стали чемпионами осенью 2003 здесь на динамо еще в старом стадионе динамо цска впервые в постсоветской истории выигрывает чемпионство почти сразу после той победы пост главного тренера команды покидает валерий газаев цска обвиняют в том что команда показывает слишком прямолинейный и однообразный футбол еще одна претензия это провал в лигочемпионской квалификации со скромным македонским вардером тогда трудно было предположить что всего через несколько месяцев после отставки газаев вернется на свой пост а еще меньше чем через год выиграет с командой кубок уэфа без каких-либо неудач да ты никак не можешь познать никакие победы поэтому через вардер нужно было пройти потому что если бы мы не прошли через вардер наверное не было того ощущение что я не хочу возвращаться или мы не хотим возвращаться к этим эмоциям которые мы испытывали в вардере еще там при каких-либо неудачах да тишина это же самый посыл в твоей голове да я не хочу вернуться к этим поражениям да я не хочу вернуться к этому состоянию да нетенному если мы вспомним игру и вы наверное хорошо помните эту вардер то ну наверное если мы перебили все перекладины штанги значит и не было просто качества реализации что касается игры самой но проиграли конечно любой прогресс это неприятен поэтому уделять этому внимание сегодня вот вардеру проиграли значит а выиграли значит 5-4 чемпионата кубки и так далее дай бог чтобы мы один раз проигрывали такой команды и 7 лет подряд выигрывали чемпионаты кубки и кубки УФА я бы ответил вам вот так братья Березуцкие поначалу это не был синоним надежности поначалу это не был синоним топового защитника ну вот ты можешь наверное какие-то эти атрибуты приписать любому молодому защитнику который начинает играть в центре обороны в большой команде если мы к примеру возьмем такой пример что мы играем в команде которая занимает 12-13 места в чемпионате да то есть никто бы даже не обратил на это внимание да на какие-то ошибки на какие-то привозы на какие-то действия которые молодой футболист он должен пройти самую большую критику на футбольном поле это надо понимать это получают вратари и защитники там очень сильно все время критиковали Савельича постоянно постоянно потому что и я тебе больше даже скажу что тоже какими-то там моментами пока был молодой вот эту критику когда слушаешь слушаешь и думаешь ну блин а потом мы попали вместе с Василием в спорную где играл Виктор Савельевич ему когда посмотрели как он играет мы поняли что нас ждет наверное еще и не такое потому что его уровень по сравнению даже со всеми остальными футболистами просто запредельнее это тоже хорошая школа да то есть как это сейчас называется буллинг или хейтинг да то есть как мы там можем это называть я уже не знаю по-русски подтравливали да подтравливали да то есть но тогда это было гораздо проще да потому что все-таки не было такого количества сетей и всего остального да то есть только газета которую надо купить и прочитать да то есть достаточно просто не купить эту газету и не читать о себе каких-то гадостей мы приехали в штану хотели чтобы гол не забили покатились там прыгнули да то есть но всеми силами пытались что мы не забили гол вопрос как эффективно неэффективно это же другой вопрос как Игорь держал всю эту нагрузку опять же ему было всего 19 лет к моменту финала куку и фан и тут ведь не только физическая нагрузка от большого количества мальчащие психологическое пацану нету 20 лет да да и по игру все было понятно сразу первая тренировка когда я пришел мы еще были в Архангельск и всегда после тренировки ну так когда будет приходит новый игрок всегда кто-то обмениваются да и там латыш он мне кстати был великолепный удар великолепный удар даже в возрасте его там с линии штрафной называлась серия да частенько тогда после тренировок били серии в разных видах и он с этой точки забивал каждый второй удар легко и там как раз в этот момент пришел Игорь на тренировку и как раз вот били эти серии когда они 16 лет было если я правильно помню да 16 лет то есть вратаря взяли просто чтобы можно было потренироваться после этого помню я помню что латыш сказал а этот матч больше никуда не пойдет он останется все время с нами он просто был в шоке так он 16 лет стоял на воротах естественно психологически ментально он еще какое-то время рос совершал какие-то ошибки естественно но уже тогда было понятно что это особенный футболист особенный игрок мне сказали что мы хотим попробовать иностранного специалиста мода тогда же была меня никуда не отпускали у меня действующий контракт был вот я получал также всю зарплату по сей день к сожалению так сказать у наших руководителей такое мнение что за граница нам поможет нам никто не поможет кроме мы нас самих поэтому мы должны сами себе помочь поэтому тогда взяли и попробовали тренера иностранного в начале 2004 года на пост главного тренера ЦСКА приходит до этого бравший спорту кубок чемпиона в 87-м Артур Жорж при Жорже появляются первоармейские южноамериканцы Осмер Феррера и Даниэль Карвалью сам Джорж проработает только до лета дальше на посту главного тренера ЦСКА его сменит Валерий Газаев так и не уходивший из клуба Осмер Феррера не пройдет адаптацию в Москве Даниэль Карвалью поначалу будет больше лечиться ну а настоящая бразильская самба в ЦСКА начнется после того как летом в команду приедет Вагнер Лав при нем и Карвалью заиграет по-новому сложное южноамериканское направление в клубе тогда закрывал молодой переводчик Максим Головлев ЦСКА стал чемпионом 2003 года и главным тренером этой команды Валерий Газаев был отправлен в отставку и взяли нового попугольского специалиста я считаю подумал вот бы здорово может закинуть резюме потом подумал кто я вообще такой это такой клуб такой величины что ладно и жизнь пошла с вами чередом на самом деле дальше и каково было мое удивление когда потом я уже все забыл про это дело вернулся домой весь в своих мыслях изможденный после очередного тяжелого дня позвони-ка на кафедру и астроном языков да ну позвонил учителя и я реально не поверил своим глазам когда в трубке мне сказали здрасте футболный путь ЦСКА требуется переводчик вот это был шок конечно это вот наверное переломный этап вообще во всей моей жизни 4 января 2004 года я вышел на работу первый день по-моему даже легкотетический манеж Динамо был и собственно собралась команда и там все перешептывались Сэм, Сэм приехал Сергей Богданов приехал в статусе чемпиона там странам 2003 года я подумал куда я вообще попал что со мной происходит первые 4 дня когда мы тренировались вот в в манеже в крытом манеже Динамо конечно для меня был просто шок потому что сразу приходят иностранцы сразу собираются там группа людей опять же они все приходят в рамки чемпионов такие все Попов там Симак и остальные еще тогда не было еще иностранцев не взяли и вот от Кужушин говорит здравствуй надеюсь вы хорошо отдохнули давайте будем работать надеюсь никого нет травм и понеслась по моему первый Феррери к нам даже приехал аргентинец мы были на третьем сборе в Голландии а потом уже пришел Даниэль Карваль если не ошибаюсь и уже следом там уже ближе к Августу Вагна но на самом деле я какую-то новую струю окунулся потому что эта культура никогда такого не было мы конечно учили язык мы едем в Португалию мы видели как португальцы там проводят свое свободное время досуг играют в футбол там вот но такого как бы склада ума менталитета как у Бразильцев я не встречал Карвалью когда приехал я помню у меня тоже какая-то была небольшая травма он приехал по-моему с лишним весом особо не хотел тренированную я его тут тут отчасти он приехал на сборы тут все его можно понять он поехал там в другую страну его купили в Россию ничего не знает из Бразилии и так далее и тому подобное и первое время он был я предполагаю настолько растренирован что он в общем-то ничего и показать не мог причем достаточно продолжительное время я помню мы с ним бегали какие-то отрезки я сразу понял что Даниэлю достаточно тяжело это дается потому что я его обгонял на 30 метров он там он дышал как как паровоз вагнер в отличие от него приехал в полной боевой готовности он был готов и помогать и играть с первых я понял насколько они жизнерадостные насколько они как-то дружеские у них такой неспешный образ жизни они так общаются легко у них может быть как Даниэль говорит не знаю тарелка риса с фасолью и он может ходить в сланце вшлепнуться и у него может с крыши там течь потолок у него там протекает но при этом он абсолютно сейчас когда начинается карнавал или футбол то все счастливые бразильцы нету вот этот симбиоз то что у нас были бразильцы в какой-то степени несколько может быть не то чтобы дисциплину да то есть они как-то нарушили но какой-то баланс наоборот возник что мы могли условно говоря и позволять чуть больше на футбольном поле себе то есть какая-то импровизация именно шла прежде всего от них то есть если они это делали то в принципе и нам получается тоже позволялось это делать ну то есть и вот эта вот история из казалось бы высокой такой высококонсультированной дисциплины плюс такой вот философии карнавальной бразильской то есть ну вот нашла место мне кажется в наших результатах я помню когда только-только вагнер приехал к Арвалью мы сразу эй привет Нейгау типа привет друг наш черный и они так увидели друг друга на расстоянии они так сблизились они так обнялись как будто они были друзьями закадычные они по-моему раз или два где-то пересекались но так они обнялись так они как сказать поприветствовали тепло друг друга и всю жизнь потом они были ну практически вместе один жил на маршру Жукова второй там жил на Карамурске да этот переходил дорогу ушел там его спасать если у того там ключи не открывали то там то есть у них настолько тоже чувство поддержки такого дружбы они могут взять тарелки там ложки и там этот берет там какой-то типа бубен и там дает ритм тот там тарелками ложками там стучит и в общем они могут спокойно создать самбу из подручных средств это здорово да иногда там даже там после 11 соседи там вы что делаете там хорош уметь вот но опять же бразильские компании они были всегда вместе они постоянно Донецк со своими Вагнер со своими там и в общем у них была большой дружной семьи не было возможности взять Ковенаги или Вагнера в чем Ковенаги был лучшим бомбардиром аргентинского чемпионата тогда как вы помните вот а Вагнер играл в первом дивизионе бразильского чемпионата вот ну я когда посмотрел то сделал выбор сделал в пользу Вагнера почему потому что в моем понимании форвард должен быть подвижный современный форвард должен быть подвижный и должен играть по всему фронту атаки он и с флангой и центральной позиции и потом значит и техника совсем другая была и скорость что касается Ковенаги Ковенаги на мой взгляд был зависимым игроком потому что если покупаете Ковенаги надо брать еще двух хороших фланговых игроков чтобы его обслуживали поэтому я выбрал Вагнера хотя значит там настаивали о том что он конечно был дороже намного Ковенаги там по-моему 12 или 14 5 миллионов что-то стоил а Вагнер стоил 5 миллионов я говорил нет мне нужен именно этот игрок этот игрок нам принесет пользу мы видели разных лидионеров в России конечно и Карваль и Вагнер конечно это феноменально для нашего чемпионата это были тупые игроки которые действительно как принято сейчас говорить которые делали разницу сейчас в нынешний чемпионат России в любой клуб их можно отправить легко естественно естественно в любом клубе они бы очень серьезно усилили сделали разницу в любом клубе Даниэль тогда тоже у меня же первый год не задался четвертый год мы подтравнивали в 2005 он конечно раскрылся начал блестеть Вагнер тоже пришел в 2004 ему как раз играли отборочность не в Чебаку если не ошибаюсь первый матч он вышел он первый матч был на скамейке вышел и сразу забил в втором тайме ну вот и тоже началась как бы славная карьера Вагнера кстати я с ним недавно общался он мне тут поздравлялся и уживление из того что голова думает кое тело подчиняется поэтому будем пылить будем еще играть Даш Сегус все свои уже закончили только ты один еще по краям пылишь он говорит и будем продолжать ну когда Вагнер ставил корпус а центр тяжести у него реально низкий с ним толкаться невозможно и он разворачивался вот так вот скажем так через ноги и ты реально было очень тяжело его поймать в особенности ну в нашем случае в тренировках и слава богу ну и соответственно мы учились от него очень многому как противодействовать таким футболистам я думаю я думаю что это надо родиться Вагнер мне говорят это вот кровь это кровь бразильская прежде чем мяч ударит мою ногу да коснется моей ноги я уже знаю что я буду сделать с этим мячом конечно я думаю сейчас в чемпионате нет игроков которые способны принять мяч так как делал он спиной к чужим воротам под давлением его дриблинг его умение отдать передачу то есть как он срывался уходил с места естественно стартовая скорость и дриблинг мяч как привязан к ногам и самое важное то что он забивал это очень важное качество для нападающего забивать мяч может играть ярко как угодно может и играть броско скажем так но при этом это абсолютно не будет не будет воплощаться в забитые мячи у него как раз все было то есть и яркость в его игре и забитые мячи по чему основные судят игру нападающих говорят Валерий Беревич Газаеву Вагнер напоминал его самого в молодости может быть я думаю да и Валерий Георгиевич забивал очень много и достаточно хорошо уверенно стоял на ногах и по дриблингу конечно я думаю такое сравнение наверное имеет место быть это правда что Вагнер вам напоминал о вас как игрока там все по игре корпусом ну корпусом все форварды должны играть совершенно нет но я думаю что он просто отвечал тем требованиям которые на сегодняшний день необходимы форвардам сегодняшнего уровня и мы видим смотрим с вами и сегодня чемпионаты и видим что безусловно стоячих форвардов сегодня уже нет у нас были такие квадрат держания Валерий Георгиевич на одной из линий тоже все время принимал участие вот он отыгрывает там откроется отдать открыться то есть шла игра и был момент там когда Вагнер взял мяч на одном конце пошел от передачи стенка передачи стенка то есть он с разными использует то есть вот такая вот он прям пронизывал этот квадрат вот прям по диагоналям он ходил и даже когда у него пятая шестая стенка срослась и он получил опять мяч и он когда отдавал уже его Валерий Георгиевич получается он уже просто вот в таком гнистом порыве да отлично это такой кайф то есть он уже начал сам что называется на тренировке уже возгласы не знаю праздновать вот этот вот успешный эпизод и было здорово когда команда на сборах и Вагнер приезжает с опозданием в несколько дней как вы это воспринимали что он себе позволяет или этот парень делает нам результат как и ему можно Миша ну ты же понимаешь да в принципе ты сам отвечаешь на этот же вопрос да то есть если бы допустим Вагнер приезжал опаздывал и не проявлял себя в играх да с самой лучшей стороны то есть он мог себе дать чуть больше да мог дать себе паузу чуть больше но мы всегда понимали всегда видели то как он отдается в игровых эпизодах и то как он решает эти эпизоды понимаешь поэтому в принципе когда есть результат когда есть страсть в игре да мастерство тогда многое прощается вас не раздражало то что им очень многое сходило с рук то что они могли приехать позже то что они могли позволить нарушить себе режим то что с ними не так жестко обращался в том числе тренерский штаб я знаешь как я скажу тренерский штаб относился ко всем примерно одинаково и мы могли в принципе поступить абсолютно так же да то есть просто тебе выписывали большой штраф улыбались в ответ ты платил штраф и дальше шел тренироваться за что ты заплатил самый большой штраф ЦСКА я как-то опоздал на сбор по-моему да этот штраф был один из самых больших и самый большой а сколько ты заплатил тогда за опоздание на сбор по-моему 50 тысяч долларов два дня я опоздал на два дня на это было 50 тысяч долларов бразильцев платили сравнимые деньги за свои опоздания у всех было все абсолютно одинаково по-моему 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 Корвалю действительно один из выдающихся игроков. И я бы сказал, вообще по таланту он, конечно, очень важный игрок был. И, на мой взгляд, он должен был стать европейской звездой. За всю мою карьеру тренерскую, значит, более, наверное, талантливого футболиста у меня не было. Но насколько он был талантлив, так и настолько он и не любил особо работать. Кто вас больше всего возил из НАП, которые приезжали? Корвалю полтора года это самый невероятный футболист, с которым я играл и против которого, наверное, я играл. То есть очень сложно сказать по поводу уже больших суперзвезд, с которыми мы играли в дальнейшем. Но Корвалю полтора года, который находился в хорошей физической форме и не потолстел, это было что-то невероятное. Он умел абсолютно все. Есть структура игры, а он мог быть вне структуры. То есть он мог своими решениями, своими действиями разорвать все линии. То есть, да, и тактика соперника получается, ну, остается несколько в стороне. Любая секунда промедления ты оставляешь незакрытым его левую ногу и ждет разрезающий великолепный пас на нападающего и опасный момент. Одним касанием или двумя касаниями он мог, в принципе, вывести игрока, нападающего один на один. То есть одним или двумя касаниями мог поставить в тупик любого, допустим, опекуна. То есть все понимали, что он очень техничный, но не столь довольно быстрый игрок. Но в то же время, то есть он обладал вот реально очень высоким уровнем мастерства и мог того же самого там персональщика, который с ним регулярно играл, поставить, то есть в неловкое, так сказать, положение. Развернуться спиной, то есть там, да, проверить между ног там, да, игрока, то есть и это у него получалось очень здорово. Помните, был еще на старой футбольной арене «Динамо» матч, мы, по-моему, играли где-то, где там, мы как раз стояли у входа и там, по-моему, точили на два раза, пробросил сначала сюда, потом сюда. То есть там из стадиона, прямо мы стояли, и в стадионе прямо «вуууу». Харваррио, Тачилин против него. Вот уж ничего, бразили, трижды обыграв Тачилина. Я просто был в восторге, мы обалдевали просто от этого, как это произошло, смеялись потом очень долго. Да, такое бывает. На тренировках я такого не припомнил, да, то есть, чтобы так легко, Причем второй, по-моему, раз было пяткой. Феноменально, да. То есть, наверное, это не настолько эффективно, да, в плане того, что какой результат это подало и что нам принесло, но то, что это психологически надломило в тот момент, наверное, всю команду «Динамо» и всех болельщиков, которые сидели на трибуне, сто процентов. Но, опять же, я могу сказать, что это недолгое время, да, происходило. Опять же, у него всегда возникали проблемы с мышечной травмой. То есть, вот 2005 год, я думаю, что, конечно, был образцовый в его исполнении. То есть, он прошел практически всю профессиональную подготовку. Ему было крайне тяжело, то есть, и мы все видели, как он там, да. Лишний вес? Ну, не то чтобы, ну, и это тоже, да, и вес, и, соответственно, то, как он преодолевал все эти отрезки, да, все эти фальтреки, как он бегал, с какой интенсивностью, и как ему было это непросто. И все, в принципе, так, ну, с уважением относились к тому, что он терпит, да, все понимали, что это тяжело и игрокам без лишнего веса. Я могу сказать, что мы тоже, в принципе, под этими нагрузками, так сказать, трещали, в хорошем смысле этого слова. Но он, в принципе, все преодолел, он выдержал эту предсезонную подготовку и выдал, я думаю, лучший свой сезон в карьере. Почему Вагнер играет так долго, хотя казалось, что у него характер такой немножечко легкомысленный, да? Карвалид так быстро закончил. Ну, здесь, наверное, сложно не говорить. Мне кажется, может быть, проблема веса Даниэля, присловутая проблема, которую все говорили, и, может быть, он действительно решил себе немножко позволять больше. У Вагнера, думаю, что у него же пятеро детей, ему все равно семью надо содержать, у него больше не о ком позаботиться. Даниэль очень хороший папа, пока Даниэль играл, папа там устраивал его всю семейную жизнь, у него там куча инфраструктурных объектов, там тренажерный зал, он там владеет огромным количеством недвижимости, поэтому, может быть, Даниэль почувствовал, что недостаточно. Любил покушать, вес иногда лишний был, за что постоянно штрафовали его. Очень жаль, что его талант до конца не был раскрыт. Я думаю, что в этом виноват, он только сам. Это реально были батончики и бургеры? Конечно, конечно. И говорят, что рядом с кроватью был такой ковер из оберток сникерсов, марсов. Это правда или это больше легенды? Ну, я тебе могу рассказывать то, что видел я, да, то есть, приходить на ужин, поесть чуть-чуть риса, да, там и кусочек рыбы или курицы, да, но потом на возврате это кока-кола, сникерс, твикс, все эти шоколадки и все такое. Если бы взять сейчас, отрубить мне голову и поставить мне же, да, 20-летнему, представляешь, какая бы невероятная карьера могла бы сложиться, да? Да, я бы режимил, не ходил по ночным клубам, да, не ходил бы тусоваться и думал бы только о футболе. Жень так не бывает. Это невозможно. И даже подходя к молодому футболисту и говоря о том, что человек – это футбол, да, задумайся об этом сейчас, питание очень важно, да, это 15% всего результата, да, то есть, не работает это так, да, каждый человек должен пройти свой путь, понять, что ему надо, что ему интересно, что неинтересно. Поэтому я думаю, что, возвращаясь, да, к Карвалью о том, что сложилось бы это по-другому, то не сложилось, наверное, да, впереди он Европа куда-то в какой-то там большой путь. Ну, не знаю, фаворитом, не фаворитом борьбе за второе место, но, по крайней мере, смысл в ночь есть. Дорого сыграл Алдомин, Карвалью, удар поворотом и 2-0. Наши защитники, значит, потому что в тренировочных занятиях они всегда друг другу, друг против друга играли. Конечно, они и отрабатывали отборы, отрабатывали, значит, то есть, и тот же Вагнер, Красить, Жирков, Карвалью особенно, значит, были те игроки, которые все техничные, все быстрые, значит, и они все время соперничали с обороной. Поэтому, естественно, и уровень мастерства их рост того же Васи, того же Леши и Игнашевича. Хороший футболист или хороший защитник или нападающий рождается только в условиях очень сильной конкурсии, когда ты противодействуешь Вагнеру, Олевичу, Карвалью, да, то есть ты растешь как футболист невероятно быстрыми темпами, и тебе не нужно ждать игру, да, для того, чтобы как-то прокачать свои скиллы, да, то есть ты уже выходя в чемпионате России с нападающими, у которых таких качеств нету, ощущаешь себя уверенно, легко и понимаешь, что тренировочный процесс иногда бывает более высокого уровня, да, чем сама игра. Я даже никогда так не задумывался, против кого мы там, против какого нападающего сегодня играешь, потому что мы на тренировках противодействовали гораздо более интересным и разноплановым, в первую очередь. Опять же, и Олевич, он великолепно бежал, он другой игрок, да, по сравнению, был Вагнер, был Карвалик. Когда у тебя высокая конкуренция, ты растешь, да, это то, чего нет сейчас, и, к сожалению, мы самостоятельно сами зажимаем эту ситуацию искусственным путем. Поэтому, блин, к другому, к сожалению, выиграть что-то в Европе и доказать, что ты конкурентоспособен, мы не сможем, не имея конкуренции в внутреннем чемпионате. А лимит мешает молодым развиваться так, наоборот? Да, конечно. Ну, Вагнер уже, да, уже под конец, где-то уже, наверное, какой-то, седьмой год, он уже так начал спокойно общаться. По крайней мере, пример, в самолете сидит, там, алло, Николай, да, я вылетаю, через два часа встречаю Шереметьево, причем прям вот, ну, с таким акцентом, таким забавным. Прям вот так строил предложение? Прям, алло, Николай, да, вылетаю, да, вылетаю, привет, буду, буду два часа Шереметьево, да, буду, все, встречаю, заезжаю. Терминал, какой терминал, Макс, какой терминал? Д, а, Николай, Д, терминал, Д, все, встречай. То есть, так, я бы, ничего себе, ты уже так нормально прибавил, он говорит, ну, как, если же надо, там, как-то это, жить, надо же, типа, постепенно проникать вот в какую-то, то есть, сейчас, наверное, Марио такой же переживает этап, я смотрю, так вот, он примерно уже, какие-то моменты может так и сказать, особенно, когда меня нет рядом, или я так стою, там, на удалении смотрю, к нему кто-то обращается по-русски, он там, не, не надо, не надо, док, не надо, там, или там, здесь, это. То есть, он как-то уже диалог подключается. Двага мне до сих пор звонит, говорит, моя дверь открыта, приезжай, там, берите себя, приезжай, и мне спасибо, но гостеприимство какое у них, да, то есть, они, говорят, мы всегда на связи, мы готовы жить. У меня вот со всеми практически есть контакт, сколько лет прошло, там, ну, даже туда звонят, поэтому могу сказать, что вот этот вот менталитет очень мне нравится. Вы когда услышали, наконец, этот гил, когда вы выстрелились на кромке, вы выдохнули, потому что до этого был мельде, неудача, вардер, неудача, такая сложная квалификация была пройдена в 2004 году, вы выдохнули, наконец, когда услышали этот же гил? Нет, наоборот, наоборот, были собраны, потому что, да, мы эту часть работы сделали, что нас ждет дальше, и насколько нам получится здесь реализовать свой потенциал, насколько мы даже не понимали, на тот момент, наверное, могу по себе судить, уровень, да, сможем мы конкурировать, не сможем, насколько разница на данном этапе большая, и позволит ли нам на равных конкурировать с теми командами, против которых нам приходилось играть. По-моему, первая игра у нас была с Порту, вот, эту игру, да, я, кстати, хорошо помню очень, ну, как хорошо, относительно хорошо, по-моему, Порту тогда был обладателем виде чемпионов. В четвертый год, да. В четвертый год, да, они победили, и мы играли на выезде, мы знали, что будет тяжело, и сыграли 0-0, и на самом деле после этой игры мы поняли, что мы могем. Это, я считаю, был старт ЦСКА, когда молодая команда уже начала прогрессировать на международной арене, это было видно невооруженным глазом, тем более, значит, у нас и были игроки уже такие фундаментальные. Я бы сказал, что это, конечно, такая осень была, удар по самолюбию каждого игрока, да, и по амбициям, как и клубным, так и игрокским, так сказать, каждого. Это же была первая лига чемпионов? Это была первая лига чемпионов, но она могла сложиться лучше, да, у нас были все шансы для того, чтобы выйти из группы, стать чемпионами, и опять же, не вышло ни то, ни другое. И, безусловно, это такая, ну, такая пощечина была серьезная для каждого. И, безусловно, 2005 год мы хотели все поставить на свои места, так сказать, да, и в чемпионате, и в еврокубковом сезоне. С середины сезона 2004 года, когда действительно я принял команду, она шла, по-моему, на седьмом месте, вот у нас оставалось 12 игр. Вот, и перед игроками я поставил задачу, что нам надо выиграть 10 игр. Ну, я так посчитал, что вроде, тогда мы станем чемпионами. Вот, мы действительно 10 игр выиграли, и осталось две игры, как вы помните, Крилльсоветов и Динамо Москва. Нам надо было из двух игр одну выиграть, а одну можно было проиграть. Но мы, к сожалению, сыграли две ничьи и заняли второе место. А так, фактически, шли по чемпионскому графику. Перед последним туром группового этапа той лиги чемпионов, ЦСКА имел хорошие шансы на выход в плей-офф турнира. Для этого армейцам нужно было обыграть Пассаже и надеяться, что Челси не проиграет Порту. Но команда Жозе Мауринио уступила бывшему клубу португальца, тем самым обеспечив Порту необходимый результат. Сам же ЦСКА мог и вовсе остаться без Евро весны. В начале второго тайма матча в Париже ЦСКА при счете 1-1 остался в меньшинстве после удаления Шемберса. Команду спас Сергей Семак, выдавший, возможно, лучший матч в своей жизни. Семак оформил хит-трик. Трудно было предположить, что та встреча для капитана армейцев станет последней в составе клуба. До последнего мы могли выйти из группы, но, к сожалению, тогда Челси сыграл 1-1 или проиграл Порту. Что-то в этом, по-моему, проиграл 2-1. Причем на последней минуте. И говорили же, да, что Мауринио играет со своими. Да, но так оно и получилось. Даже если они так сделали, можно сказать Мауринио большое спасибо. Есть у меня только предположение, что Лигу чемпионов нам выиграть было бы тяжелее. Какова была роль Семака в той команде? Ну, дядька, ветеран, который, несмотря на свой возраст, был уже прям таким в наших глазах закоренелым чуваком, который прям был ветеран-ветеран. А ему и не было 30, да? Да, ему и не было 30. После удачной игры в Москве с ПСЖ, в принципе, мы достаточно уверенно себя чувствовали и выходили на эту игру. Не то чтобы в ранге фаворита, но в целом у нас, я думаю, что каждый понимал, что успех там 50-50. Какая маста была, когда Шемберс удалили? Ну, было сложно, конечно же. Ну, опять же, сказать, что в этот момент мы думали о победе, вряд ли. Сейчас скажи, да, играй сейчас в другое ПСЖ. Это тоже факт. Ну, условно, с командой такого уровня, вот то, что сейчас у нас происходит в юрокубках. На выезде. На выезде. Играя в десятером, то есть там уже, а, то есть, в общем-то, можно выключать телевизор, наверное, скорее, в большинстве случаев, да? А в тот момент, даже в десятером, мы хоть играли на контратаках, мы играли очень даже достойно, я бы сказал, великолепно. Но, возвращаясь к Сергею Богдановичу, это, конечно, был тот день, наверное, когда ему можно было дать мяч, обруч, я не знаю, еще скакалку, ленту. И он бы еще по художественной гимнастике десяток получил. Это был прям его день. У него было невозможно не отобрать мяч, он не останавливался. Как говорится, Марадонна в лучших годах. Бывают, бывают такие матчи, когда или залетает все у команд, допустим, да, там, или получается очень много, игра, когда складывается. Я думаю, что это все равно как бы высшие силы, которые иногда дают нам почувствовать, что мы идем, наверное, в правильном направлении. Я не тот игрок, который демонстрирует эту игру, который забивает такое количество мячей, но в одном матче. Но в тот момент вот именно все срослось, это самое важное, это важно было для команды, потому что у нас был шанс идти дальше. Вы уже знали, что это ваш последний матч за ЦСКА? Нет, конечно. Уже тогда складывалось ощущение, что он покидает команду. Можно было предположить, что это последняя его игра после 10 лет в ЦСКА? Ну, не то, чтобы я бы сказал, что это было понятно. Да, скорее, наверное, уже в отпуск, когда мы ушли, и зимой, когда мы уже вернулись из отпуска, в принципе, я думаю, что Серега уже в целом, я думаю, понимал, да, что его эпоха ЦСКА подходит к концу. Валерий Георгиевич, допустим, мы знаем, что по ходу того чемпионата он отдал, ну, не отдал, а назначил нового капитана Сергея Игнашевича. Вот, соответственно, я думаю, что здесь в целом, я думаю, и для ЦСКА это было определенным сигналом. Пока я президент клуба, он никуда не уйдет, говорил про ЦСКА Евгений Гиннер. И все-таки переезд полузащитников в Париж случился. 21 января 2005 года на гостевой болельщиков Red Army пользователь с ником ЦСКА оставил следующие слова. Спасибо вам. Я думаю, поступил верно. Время покажет, насколько. Другого выхода у меня нет. Я думаю, не надо объяснять, почему. Мне до слез обидно. Надо начинать с нуля. Здесь доказывать свою нужность. Спасибо. Как вы поняли, что после 10 лет в клубе вам придется уйти? Сложилось, само собой. В принципе, мы поехали на сборы. На зимние уже, это спустя практически месяц, отпуск, первые сборы. И потом уже тоже Париж Сен-Джермен проявлял некий интерес. Сейчас и вопрос в том, насколько уже было реально-нереально. То есть там буквально все решилось в течение недели, когда мы были на сборах, решил поехать посмотреть. Конечно, для меня это был новый вызов, новые испытания. И взвесився за и против, решил все-таки сменить обстановку и попробовать посмотреть, поиграть на другом чемпионате. Ну, Сережа Семак и со мной советовался. Он мне спрашивал, я говорю, Сережа, если бы меня пригласили сегодня в Париж Сен-Джермен, я бы поехал тренером. Я говорю, тебя приглашают в один из лучших клубов Европы. Посмотри, значит, мой совет тебе идти туда. Как профессиональный тренер, я понимаю, что век твой не такой большой в футболе, поэтому хочется поиграть и в хороших клубах, и добиться больших результатов. Вот поэтому совет мой был именно такой. Со стороны это казалось каким-то шоком. Как Семак из ЦСКА уходит? Как так? Многолетний лидер. Но с точки зрения влияния на игру, да, и то, как ЦСКА перестраивался, то, какие трансферы должны были быть, тот же самый Жо, да, допустим, в атаке. Вагнер и Олич уже были. Вагнер, Олич уже были. Соответственно, Сергею Богдановичу могло не найтись места в составе. А тот авторитет безоговорочный, который у него, в принципе, был, да, и он, естественно, считался лидером команды. Вот. И, естественно, для Газаева наверняка была дилемма, да, что делать. И, в принципе, я думаю, что вот в тот момент Сергея Богдановича отпустить было, ну, наверное, если не идеальным решением, то, ну, как сказать, ну, близко к идеальному. В любой сильной команде есть конкуренция. Поэтому, если Карвалев сильнее Симакат, значит, он будет играть. Если Дзагоев стал сильнее Карвалев, значит, он должен играть. Поэтому здесь, да, в тот период Симак ушел в Парис Сен-Жермен, а Ерешек ушел в Челси. И что? Ну, есть другие игроки. В команде же не 10 человек, в команде 22 футболиста, которые также претендуют на место в стартовом составе. Если не будет конкуренции, то и не будет качества у нас. Вот как сегодня у нас, понимаете, как я всегда говорил, что нельзя, значит, в профессиональном спорте вводить искусственно лимит. Потому что он только идет, значит, не на пользу, а нет никаких результатов. Когда 5-6 игроков, которые сегодня имеют российский паспорт, они при любом раскладе участвуют в стартовом составе. А этого не должно быть. После того, как было объявлено о вашем уходе из ЦСКА, на одном из форумов болельщиков-армейцев появилось сообщение, подписанное вашим именем. Сообщение полное сожалений, я бы сказал, это же обиды. Было написано, что я оказался не нужен своему клубу, я поеду в другое место, где буду доказывать свою нужность. Да, никогда не в соцсетях, не в прессе, не в каких сообщениях, естественно. Что касается меня лично, то я никогда не высказывал свое мнение, тем более высказывать некое сожаление, или говорить о нужности или ненужности абсолютно. Это футбол, и все идет так, как должно быть. Наоборот, интересно было. Понятно, что для меня на тот момент это было непростое решение, были какие-то матчи в последний год, когда я не попадал в стартовый состав. Но в любом случае, с клуба меня никто не выгонял, это совершенно верно, это было мое решение, проектованное многими причинами. Если, допустим, в 2003 году, когда команда стала чемпионом, и через два года, когда в 2005 году команда выиграла Кубок УИФА, то мы поменяли из чемпионского состава семь позиций. То есть для внутреннего чемпионата, да, выигрывали, это было достаточно. А вот играть на международной арене и добиваться самых больших результатов, конечно, для этого, так сказать, необходимы были уже другие качества, другое исполнение, скорости, мышление и все остальное. Это очень важно. Вас сильно перезагрузила так командировка в Париж? В этом провели всего год. Она сильно вас изменила? На 100%, да. Перезагрузила полностью, потому что другой подход. Конечно, в этом отношении столько, что касается встряхнуть и освежить голову, конечно, это была полная перезагрузка. То есть тот новый Симак, который мы увидели, например, в Рубине, да, в центре поля, с отличным объемом, с отбором, да, тот Симак, которого мы увидели в сборной России в 2008 году, он был бы возможен без вот этого отъезда в Париж, как вы считаете? Нет, конечно. Поэтому я говорю, что каждый этап у нас для чего-то. Я вернулся из Парижа в Москву, в футбольный клуб Москва, и потом уже, естественно, было хорошее время у нас в Москве с Ленин Викторовичем Слуцким, где команда играла неплохо в дальнейшем, и уже и чемпионство Рубина, и Зенита, и выступление за сборную, да, моя карьера получила новый определенный виток. Субтитры подогнал «Симон» Интересно, что одной единственной домашней арены у ЦСКА в Еврокубковом сезоне 2004-2005 не было. Лигачемпионскую квалификацию команда начинала на «Динамо», потом перебралась сюда на «Локомотив», и группу Лиги чемпионов играла уже здесь. Дальше, весной, из-за неготовности московских арен, пришлось переехать в Краснодар и сыграть два матча Кубка Уэфа там, на стадионе «Кубань». Ну, а после чего вернуться сюда, на «Локомотив», и тут, в Черкизово, играть уже вплоть до Лиссабонского финала. 15 января 2005 года на первом соревновании организационном я поставил задачу, помимо выигрыша Кубка, национального первенства, Суперкубка, еще выйти в финал Кубка Уэфа. Ну, и я понимаю, так сказать, тогда некоторые наши игроки начали, значит, улыбки появились на лицах, вот, за исключением Вагнера и Карвалю, ну, которым перевели, естественно, они восприняли слова тренера, как восприняли. Сначала, честно говоря, ну, не то, чтобы мы там как-то не верили в это, но, честно говоря, с легким юмором так, наверное, относились к этому. Но, в принципе, понимали, что других задач не может быть. Когда вам еще на предсезонке сказали, что задача выйти в финал Кубка Уэфа, смеялись? Конечно, смеялись, причем Олег Георгиевич повторял нам это чуть ли не через день, каждый раз. Мы улыбались, ржали, приходили в номер и говорили, офигеть, нифига себе, мы в команточке играем, мы уже практически Кубку Уэфа выиграли. Каждый день, начиная с зарядки и заканчивая зарядкой, обедом, завтраком, ужином, теоретическими занятиями, практическими занятиями, все время повторял, вы должны попасть в финал Кубки Европы. В 2005 году как раз нагрузка на сборах сильно уменьшилась, это было связано с тем, что, во-первых, мы попали в очень плохую погоду на сборах, по-моему, в Италии, которая сбила, да, то есть определенные какие-то планы. Игра первая в Кубке Уэфа с Бенфикой была достаточно рано, да, то есть мы играли там один из самых первых, и сборы были короткими. Когда после первого матча, когда один из корреспондентов задал вопрос, Валерий Георгиевич, вот подошли в великолепном функциональном состоянии к этому матчу, как вам удалось? Я говорю, очень просто, значит, первый сбор мы провели в Италии, где каждый день ели спагетти, говорю, а второй провели в Израиле, где каждый день молились, вот вам и вся подготовка. 2005 год, наверное, это был вообще апогеем, да, то есть вот именно баланса между атакой обороны, между обороной и атакой, то есть переходы из атаки в оборону, из обороны в атаки, то есть и так далее, то есть, ну и уровень самих игроков был высочайший. Вот у нас первая игра с Бенфикой. Вот если мы пройдем в Бенфику, а это один из реальных претендентов был на попадание, тем более финал был в Португалии, тем более реальная команда, которая может попасть в финал и ставить такую задачу. Я говорю, мы 100% попадем в финал. Ну и видите, обыграли 2-0, на выезде сыграли 1-1, конечно, уже другого выхода у нас уже не было и с каждой игрой, которую мы проходили, мы больше и больше уверенно уже шли к своей цели. Мы понимали, да, что мы хорошо готовы, что мы выдержали матч в Краснодаре при ошеломляющей поддержке трибун, то есть тогда, я думаю... То есть это была 100% домашняя игра, да? То есть не было... Ну, по антуражу, да, по поддержке, безусловно, это было шикарно. Ну, с партизаном мне еще на выезде удалось забить. Я помню впечатление, очень было, ну, дико видеть то, что в первом тайме поле было очень влажное. А выходя на второй тайм, оно просто замерзло. Просто вот со всеми этими кочками, со всеми этими вот такими шипами замерзшими, которые с дырками от шипов в поле. То есть оно просто замерзло. Я не понял, почему, то есть подогрева не было или вот там не включили. Но суть в том, что на второй тайм мы были просто, ну, играли на бетоне. Я помню болельщики партизана и футболисты партизана говорили о том, что это ЦСКА, которую мы должны обыгрывать. Это не лучшая команда, там, восточной Европы. И после победы домашней 2-0, наверное, уже почувствовался, наверное, вот запах того, что мы можем и способны, по крайней мере, играть в финале. Плюс еще такой очень, ну, трагичный момент у меня произошел в этот период. У меня дедушка умер, который был профессиональным спортсменом. Я после Бенфики, после Бенфики ездил на его похороны. Вот, конечно же, то есть для меня очень важно было как можно быстрее в плане эмоций, да, в плане отношения к работе, к делу, вернуться. Много воспоминаний очень, да, светлых и добрых о дедушке, потому что этот человек, который всегда на день рождения в детском возрасте дарил мне мяч футбольный. То есть для меня лучшего подарка не было. Получается, что вот эта победа в Кубке Уэфа и, в принципе, то, что ты стал профессиональным футболистом, это и дедушка на победу тоже, да? Ты знаешь, Миш, там такая ситуация, что в течение полугода, да, у меня и отец ушел из жизни в 2004 году летом, разбился в аварии. И дедушка через полгода, да, после долгой, предложительной онкологии ушел из жизни. Поэтому там очень много накопилось всего. И, конечно же, да, вот именно, наверное, победа в Кубке Уэфа я посвятил именно им. Вот. Женькин подарок. Это тот сезон, да? Да, тот сезон, да, когда, да, когда вот практически сразу после победы в Кубке Уэфа, насколько я помню, после игры, по-моему, с Химками. В Ассере была смешная история. Две с половиной гостиницы на весь город. И, естественно, армейские болельщики, те, которые приехали и пытались заселиться, не смогли заселиться, потому что мест не было. И один добрейшей души наш человек, не буду называть его имени, вот, и фамилии, который пустил к себе в номер более 30 человек болельщиков ЦСКА. И самая главная та веселая история была о том, что ребята выходили на завтрак в этой гостинице, и работники гостиницы были очень удивлены, когда из, там, условно, там, из седьмого номера пришло 30 человек позавтракать. Но всех накормили. Вот в тот момент, в течение всего сезона, я уже повторял несколько раз, вы хоть помечтаете, что вы должны играть в финале Кубка. Вы всегда, значит, на таких турнирах в лучшем случае были болельщиками, а в худшем случае смотрели по телевизору. Поэтому, я говорю, вы хоть посмотрите, почувствуйте, для чего вы вообще сегодня занимаетесь, для чего вы сегодня тренируетесь, для чего вы по два раза в день колоссальные нагрузки переносите. Вы же должны получить какой-то результат. Ну, хорошо, помимо денег, вы же поймите, что когда вы закончите играть, вы будете вспоминать только те трофеи, те кубки, которые вы выиграли. Вам сложно будет вспомнить, какой бонус вы получили за тот или иной матч. Могу выделить, наверное, игру еще с Пармой, которая была достаточно интересной. Когда пиротехнику бросали? Ну да, когда еще вот эти вот эмоции о том, что могут нас снять с чемпионата, хотя нам говорили, что в принципе невозможно, такого не произойдет. У тебя были сомнения, что вот эта история с Петардой как-то может повлиять на ваш выход в финал? Честно говоря, в тот момент нет. Может быть, из-за такой явной разницы в счете и в показанной игре в первую очередь. Нервничали, нервничали. Ну, конечно, матч закончился, там, и закончился, там, убедительной победой нашей команды. Ну, и, мне кажется, здесь и УФА прекрасно понимала, что, ну, и первый матч мы 0-0 сыграли, второй матч мы выиграли достаточно убедительно. Так что, в целом, как бы не притворялся этот вратарь, но, тем не менее, вынесли правильное решение. Он понимал, что именно по футбольным аспектам мы были на тот момент просто сильнее пары. То есть, это был единственный способ для них воспринимать? Конечно, что-то сделать, чтобы нас просто убрали, дискальфицировали. Такое количество тут, вот, и Барселоны есть. Это что, 92-й год? Да, 92-й год Барселона. А для Кище 5-й остался? А, вот он, финал, вот он. Ого. Ты помнишь, сколько болельщиков ЦСКА было на игре с Барселоной в 92-м году? Ты знаешь, вот нас 8 человек, кто ехал без визы, и еще ребята приехали на автобусе из Москвы. То есть, где-то у меня есть те старые фотографии, где мы все запечатлены, те, которые шли, будем так говорить, пешком. Сколько было выездных на матчах 2004 года? Поскольку увеличилось это число. Намного, намного. Во-первых, стало доступно получать визы, стало доступно добираться в Европу. Тогда никто не понимал, с каким паспортом, как добраться, как самолетом, автобусом. И каждый выбирал свой маршрут, который будет. Мне кажется, что у многих был не такой богатый бэкграунд за спиной, таких крутых выездов. К тому же, это был первый российский успех такого уровня, что мы играем в финале, и еще против нас вокруг все болеют. Поэтому, мне кажется, это какая-то простота, наивность, не слишком большой опыт таких выездов. Вот какое-то такое настроение легкости, мне кажется, было в поведении болельщиков ЦСКА. Таких больших финалов еще ни у кого не было. То есть, по большому счету, это моя вообще первая еврокубковая компания была, привела к финалу Кубка УИФА. То есть, моя мечта там доиграть в Лиге Чемпионов привела меня уже в четверг, в пятом году к финалу. И, естественно, для меня это было колоссальное событие. У меня получилось так, что я летел из Владивостока, Блиссабот. Я был на гастролях в Владивостоке, естественно, там в предвкушении всего. На удивление, в Владивостоке, из Владивостока тоже летело много болельщиков в красно-синих шарфах поддержать ЦСКА. Получилось так, что загулял после выступления, пропустил один самолет, улетел оттуда, по-моему, если не ошибаюсь, во вторник. И во вторник вечером прилетел, разница, 7 часов, вот эта вот акклиматизация, веселье. Утром самолет у нас, чартер, который безумный в огне. Там я такого никогда в жизни не видел и вряд ли когда увижу, когда на рейсе было можно все. Не, как бы, кто курил, кто выпивал, бортпроводники тоже вместе с болельщиками выпивали. Командир корабля чуть ли не пел все наши кричалки, то есть серия оказалась тоже болельщиками ЦСКА. Чартер был безумный, естественно, все в таком вот угаре прилетели, у всех было настроение, как будто мы уже победили. Несмотря на то, что соперник был самый сложный, мы играем на территории врага. В Лиссабоне, конечно, сумасшедший дом творился, они на какой-то из площадей, болельщики спортинга, устроили такую сцену, а какие-то там номера выдавали. Все были с таким трафаретом кубка УЕФА, причем, кстати, это не всегда был тот кубок, который вручали. У них просто был какой-то кубок из этой фольги, и они на нем написали кубок УЕФА. Они ходили везде, показывали этот кубок, то есть они вообще никакой мысли не допускали, что этот кубок может быть не их. Потому что домашний финал, у них был супер драматичный полуфинал САЗЭТ, и им казалось, что свой финал в этом турнире они уже сыграли. А ЦСКА это уже так, там останется просто счет узнать окончательный. Они, ты не поверишь, когда мы приехали в город, они все говорили, да мы все, ЦСКА Москва 3-0 обыграем, вообще вопросов нет, шансов нет, вы у нас дома отдыхайте, пейте, расслабляйтесь, вот наше гостеприимство, но победу мы вам не отдадим, у вас шансов нет. Я помню, мы остановились в Пештана Пелос, если не ошибаюсь, этот отель, и нам ехать на матч, и выходит Даниэль, он идет в такой майке, у него кофта на поясе, и такой дедушка в парке открывает дверь, снимает такой большой колпак, вот так вот ему кланяется. И какое было мое удивление, когда уже там автобус, все там, а, давай, давай, едем, он так выходит спокойно с улыбкой, он остановился, поставил сумку, он вот так вот положил руку, он тоже ему откланялся, то есть у них такая была там секундная такая, как они честь друг другу отдали, потом Даниэль с улыбкой пошел в автобус, все, и я посмотрел, с одной стороны там все, давай, давай, то есть такая накачка идет, там все, ни минуты покоя, там нельзя опоздать. А с другой стороны, я смотрю, он идет абсолютно расслаблен, он идет абсолютно кайфующе, ему хочется этого матча, у него шикарная улыбка, он вот-вот его распирает, он хочет жить, он ждет этот матч. Естественно, вокруг нашей гостиницы толпа болельщиков, и все показывают 4-0, там 5-0 и так далее, вот, ну и я обычно последний заходил всегда в автобус, и когда зашел в автобус, встал и так повернулся к игрокам, я говорю, ну что, ребят, с Богом, и сел. И в это время все просто молча начали аплодировать. Ну, такое ощущение было, вы знаете, там, что я сидел, думаю, ну, сегодня наш день. Как только свисток прозвучал, я, сидя в ложе прессы, просто превратился реально в болельщика. Вокруг были португальские журналисты, все, естественно, болели за своих, я понял, что я просто за 90 минут превратился в какого-то оголтелого армейского фаната. Со мной это больше не повторялось, но вот эти реально 90 минут я подскакивал, кричал, шизил, насколько это возможно в ложе прессы. И это невероятные эмоции, когда вот в этом царстве боления против тебя побеждает твоя команда, за которую ты так переживаешь. В перерыве я запомнил слова Валерия Георгиевича, который сказал, кого вы боитесь, кого вы боитесь, идите и обыграйте. Вы поймите, вы понимаете, что вы можете, вот, через 45 минут всю жизнь будете помнить, что вы были вторые. Но только вы будете это помнить, а через 5-10 лет это все забудут. А то, что вы выиграете, будут помнить всегда. У нас было огромное количество, это получился на тот момент самый массовый выезд болельщиков ЦСКА. Мы перекрикивали стадион, вот эти вот два сектора углового флажка, нижний и верхний ярус. Потом шикарная подача, великолепный Алексей Березуцкий забивает красивый гол. И тут эйфория, и все понимают, что сейчас будет совершенно другая игра. Подача штрафного, пробил головой шикарно в землю, как не любят португальские вратарей. Сам гол для меня глобально не имел в тот момент никогда. Леша Березуцкий забил сюда голову, и потом уже, конечно, с этой великолепной подачи корвали. Ладно, поразил. Но при этом необходимо отметить, конечно, Игоря Акинфеева, потому что момент колоссальной реакции, моментальной. Вот это вот его реакция на матч. Мяч ударил в штангу, отскочил, пошел по линии. Это феноменальный момент, когда от двух штанг Игоря Акинфеева в руки. И он вводит мяч, и мы забиваем третий гол. То есть там понятно, что он шикарно ввел. Я, честно говоря, посмотрел этот вбот мяча. Это было что-то потрясающее. То есть потом уже, да, анализируешь это. То есть прошло уже сколько лет, больше 15 лет. Этот вбот мяча, когда он ударил его на корвали, то есть между двух защитников, то есть там все вход, все динамики. Ну, то есть потрясающий момент. Докорвали, эта передача, когда вратарь хотел выйти. То есть я, естественно, не до мяча не добрался, потому что и хорошая, качественно, сильная передача прошла на Вагнера. И Вагнер в пустые ворота. Я помню, что Серега Иношевич как раз, по-моему, какой-то комментарий был, или интервью он давал. Он говорит, я думал, только не выше, только не выше. Уже мы, когда уже ввели, в конец второго уже тайма был, я смотрю, где вот места. А еще этот стадион Хоркинга, он такой зелено-желтый, да, различается, и очень четко видны эти сидения. Я смотрю, пустоты пошли. То есть народ вот встал и начал потихоньку освобождать уже проходы и уже расходиться. И уже доиграли, ну, не знаю, ну, может быть, с процентом. Траур. Понятно, что для них они могли, да, записать свои, ну, золотыми буквами свои имена там в историю клуба. И то, что это не произошло, именно на их родном стадионе, конечно, это была большая-большая-большая трагедия для них, для каждого. Я задал вопрос Газаеву, спреет ли он усы, как обещал. Он в эти усы усмехнулся и сказал, давайте, когда Лигу Чемпионов выиграем тогда с Брею. Это был такой красивый, прям элегантный соскок. Я помню, что игроки ЦСКА не очень охотно давали интервью в Мигзоне, а Лайзенс пробежал с кубком и просто-напросто отказался от общения. И тогда все кинулись к Гиннеру, который вышел не в Мигзону, а откуда-то из-за кулиси. И я помню, что я задал ему вопрос, кстати, который нас возвращает к сюжету матча, что ЦСКА проигрывал по ходу матча. Я спросил Гиннера, а вам было страшно, когда счет стал 0-1? И он так посмотрел на меня и сказал, страшно мне не бывает никогда. Это так сказано было с таким вызовом и так убедительно. Я подумал, да, наверное, я не тому человеку. Задал вопрос про страх. Нет, страха у меня нет никогда, могу вам честно сказать. Можно выиграть, можно проиграть. Это все равно футбол, это игра. Но страха не было, я был уверен и спокоен. И я знал, что ребята докажут свое превосходство и сыграют только для того, чтобы этот кубок уехал в Россию. Сейчас, вы знаете, такая усталость, но она настолько приятная. И почаще бы испытывать такие мгновения в спортивной жизни. Спасибо вам большое. Передайте, пожалуйста, всем нашим болельщикам, всей нашей России. Большое-большое спасибо за то, что они нас вот так сегодня вдохновили действительно на подвиг. Впереди же матч с протоком был у ЦСКА. И, конечно, Газаев должен был как-то держать команду как единый организм перед таким матчем. Даже после громкой победы. Но бразильские, и тогда аргентинец же был еще, да, по-моему? Осмор Феррейро. Да, Осмор Феррейро. То есть, латиноамериканские футболисты выпросили себе дополнительный выходной, причем в Лиссабоне. И поэтому автобус ЦСКА, когда отъезжал от стадиона, эти латиноамериканцы бежали и вот так на лобовое стекло ложились буквально, типа, чуваки, пока, мы тут остаемся, а вы валите в свою Москву. Конечно, это было что-то новое. Великолепная играющая команда, соперники, которые попали в стол. И самое главное, какой был результат, выигранный Кубок УЕФА. Это как будто вот мы коснулись Бога, будем так говорить. Не так часто наши клубы дарят нам эмоции от побед в европейских турнирах. Это было действительно по-настоящему круто, это здорово. И я, конечно, всем своим знакомым, друзьям, сразу давай названием переживать, поздравляем. Насколько я знаю, у вас есть медаль за победу в этом фенале? Я даже не знаю. Вроде бы обещали передать, но я даже не помню, там передавали, не передавали. Ну, это не так важно абсолютно. Она до вас дошла или нет? Я даже не помню, честно. Знаешь, многое уже затерлось, но как меня бросали в фонтан, я, конечно, буду помнить всегда. Это момент моего, с одной стороны, триумфа, с другой стороны, позора. Потому что, когда тебя огромное такое существо, я по-другому сказать не могу, хотя это оказался центровой болельщик ЦСКА, как я потом выяснил. Так вот, когда тебя огромный человек просто складывает пополам и, помимо твоей воли, тащит куда-то, ну, это малоприятные ощущения. Слушай, ну, мне кажется, что главный провал, то, что оператор в самый нужный момент выключил камеру. То есть там снято, как тебя тащат, а как ты оказываешься в фонтане, нет. Знаешь почему? Потому что Серега Соловьев, наш очень опытный оператор, он смекалистый. Парень, и он тоже прекрасно знает, что если бы его камера за 40 тысяч долларов оказалась в воде, он бы за нее платил всю оставшуюся жизнь. Это 2005 год, Миша. Тогда еще никаких страховок нормальных не было. Тогда кто-то профукал камеру в Париже, реально у него вычитали из зарплаты. Поэтому Серега Соловьев, наш оператор, правильно все сделал. Он, с одной стороны, упустил кадры, с другой стороны, он спас свою жопу, потому что ему платить за эту камеру, конечно, не хотелось. Я помню, когда я вылез из фонтана, мне эти же чуваки, которые меня бросили, протянули бутылку вискаря и сказали, на, согревайся. А я думаю, блин, у нас же перегон еще, елки-палки, надо домонтировать репортаж, перегнаться. А тут я сижу мокрый с вискарем, и потом оператор вызвал такси, я от таксиста шифровался, что я насквозь мокрый, чтобы он меня опустил в такси. Я так аккуратненько, похлюпывая, сел на заднее сидение, вот так прижался, мне было дико неуютно. Но при этом я помню каждую секунду вот того вечера, и, конечно, эту команду, как команду, подарившую мне столько впечатлений, я уже буду помнить всю жизнь. И помнить исключительно с теплотой. Пока Тимура Журавеля купали в фонтане в Лиссабоне, в Москве стартовало празднование на Пушкинской площади. Стихийно сюда съезжались сотни и сотни болельщиков. На памятник Пушкину моментально повязали армейский шарф, а вот там, на Страстном бульваре, прямо на дороге играли в футбол. Когда расцвело самые стойкие, рванули в аэропорт встречать команду в уже не существующий терминал Шереметьево-1. Я помню, что такая усталость была, фатальная усталость. Просто. То есть, вот такое ощущение, как будто ты смотришь там свой мобильный телефон, видишь эти кучи поздравлений, пытаешься кому-то ответить, да, с кем-то поговорить с самыми близкими, родными, но усталость запредельная. Я помню, что думаешь, блин, у нас через три дня играться в Спартаком, ну как себя восстановить? Ну, то есть, и вроде хочется и попраздновать, и мы понимали, что творится в Москве, да, там, что происходит, что ночью там вся Москва просто пела, плясала, гудела. То, как нас встречали там с Кубком УЕФА, что Кубок УЕФА чуть не отняли там. Это был старый Шереметьево-1, да? Да, там жизнь была такая, то есть там просто нас, ну, мы на самом деле не были готовы к такому приему, ну, то есть, я помню, что нас просто куча, толпа подхватила. Ну, был, можно сказать, мужской разговор такой состоялся, что нам нечего терять, в принципе, было уже, надо просто показать свою игру, будто есть разговор был. Забили три, а не забили один, но выиграли все. Ты-то верил в победу вообще? Веру, мне поехали, туда надо бегать, в Кубок, верусь. Какие ощущения, Кубку УЕФА взяли? Хорошие. Спасибо. Ну, я помню, когда мы прилетели, просто болельщики, они лезли вот на награды, там, баннеры, фаеры. То есть, мы как прилетели, спускаемся с самолета вот с этим скупком, я просто смотрю, блин, куда же идти-то? Все заполнило народом, то есть, люди просто приехали в аэропорт, одни там скандировали, одни просто там, знаете, пели. Не настолько... Опять же, это у меня был всего лишь мой первый практически большой успех, но мне ни с чем было сравнивать, то есть, я как бы переживал эти эмоции, что называется, ну, с чистого листа. Поэтому мне казалось, что это что-то нереальное со мной происходит. Когда мы прилетели, тем более поздно вылетели, прилетели рано утром, болельщики, конечно, там нас встречали. И только я сел в машину и звонок. И звонок из Киева. Значит, супруга позвонила, Валерия Васильевича Лобановского. И говорит, ой, вот я вас, говорит, поздравляю, если бы был жив Валерий Васильевич Лобановский, он бы, говорит, был сегодня счастлив. В общем, теплые такие слова. Вы не поверите, насколько это было трогательно. Он, говорит, знал, что такое выиграть такой кубок. Вот поэтому вот это было, конечно, безусловно, поздравление близких, родных, я уже говорил. Но вот это, конечно, запоминающее. Вы хорошо побудели после победы? Как говорил Валерий Грузик Газаев, как играем, так отдыхаем. Ну, два дня нас таскали по разным мероприятиям. Там ток-шоу, мэр, президент. У нас не было тренировочного процесса. Мы постоянно догонялись с шампанским по ходу дела, да. Потому что они шампанское все время наливают. А так, да не особо. Ну, вечером, может, опять шли в клуб там или еще что-то. Но это просто молодость, которая, как бы, мы и без кубку ИФА, может, это делали бы. Кто его знает. Дома, день отдыха был. И все праздновали. А на следующий день нас принял президент. Вынесли шампанское. И Владимир Владимирович говорит, Олег Ильич, ну, можно, я знаю, что у вас завтра игра со Спартаком. Значит, ну, по бокалу шампанского можно выпить? Я говорю, Владимир Владимирович, ну, мы не каждый день бываем у президента. А он говорит, ну, вы не каждый день выигрываете клубок ИФА. Вагнер на приеме у Путина. Что это было? Веселуха. Вагнер под парами кинул мяч Путину и думал, что в его стране любой человек может докоснуться до мяча абсолютно нормально, качественно, не любя. Да, то есть, ну, к сожалению, в России это не так. Владимир Владимирович был в шоке, охрана была в шоке. Один Вагнер улыбался. Все. Как-то так. Дерби, которое было сразу после финальной игры в Лиссабоне. Говорят, что многие там были под парами. Да все были в говно вообще, полное мишень. Да нет, ну, может, погуляли два дня, да, то есть, тренировка единственная была там у нас предыгровая. Валерий Георгиевич нас на всех посмотрел. Он сказал, я все понял, молодые люди. Она продолжалась, наверное, минут 15. Мне пришлось выгнать их всех с тренировки. Ну, совершенно, так сказать, неуправляемая команда совершенно. Ну, и пришлось воспитателям в целях, конечно, высказать им все, опустить уже их на землю. Смотрел на нас, как мы разминаемся. Он посмотрел, как мы ужасно выглядим в этой разминке. И, в принципе, сказал, что молодые люди, я вас тренировать не хочу, идите, давайте отсюда. А мы пошли. Ты же сразу после этого забил в дерби Спартаку в победном 3-1 также. Да, да, когда говорили, что чуть ли мы на парах алкогольных. Ну, как сказать, ну, то есть, мы были настолько воодушевлены, да, то есть, вот бывает, говорят, что, да, после тяжелых финалов настолько, как сказать, эмоционально и физически, да, тебя выбивает из колеи, что бывает просто яма какая-то, провал. Ну, у нас она в дальнейшем была по чемпионату. Я помню, что были матчи, особенно выездные, когда мы привозили кубок УЕФА. Блин, нас просто, наши, все наши соперники, нас просто встречали очень, очень, я бы сказал, неподружески тоже, как врагов. Да, да, и неоднократно мы теряли очки. Если бы это был взрослый возраст, да, после которого там ты 3 дня отойти не можешь от каких-то гулянок, это одно. А когда ты просто, ну, молодой парень, встал, проснулся, поспал, пошел, все. Вообще, эмоционально, в рутину, в будни тяжело было вернуться? Да, это было тяжело достаточно. Я помню, даже Сергей Гнашевич сказал, вот, что он понимает, почему все-таки сезон должен на этом большинстве своем, скорее всего, заканчиваться, а не продолжаться. Потому что мы повернулись в российскую действительность в каждом году, да, то есть команду, которые не боролись за чемпионство, да, то есть один тайм игры, два-три забили, включились, и второй тайм мы просто уже на нейтралке играем по счету. Красиво, обалденный сезон, то есть обалденный год, который, наверное, каждый футболист, который был тогда, вспоминает с большими эмоциями, не очень кайфово. Действительно, игроки наши продемонстрировали мастерство, они показали свой уровень, я благодарен, они большие футболисты, они великие, молодцы. Валерий Георгиевич, ССК 2005, команда вашей мечты? Конечно, все. Кто же в этом сомневается? Попробуем. Та победа в мае 2005 поменяла восприятие нашего футбола, поменяла мировоззрение наших болельщиков, игроков и тренеров. Победа «Зенита» в Кубке УФА-2008 и бронзосборной России на Евро закрепили тот успех. Результаты наших команд последние годы говорят о том, что сейчас наш футбол идет в обратном направлении. Но мы помним, что от «Вардера» до «Лиссабона» всего два года. И в футбольной истории всегда есть место для чуда. Фотография болельщиков, которые плачут, ЦСКА до сих пор висит на базе. И я поднимаюсь, так полезется, каждый раз я смотрю, и обладеваю, что взрослые мужики просто плачут от того, что они находятся в этом месте, когда их любимая команда побеждает в Кубке УФА. Огромное количество людей набило татуировок себе в Кубке УФА. Конечно, никто не мог об этом мечтать и увековечили этот турнир на себе. Выросло поколение, которое увидело вот таких вот детишек, которые еще не понимали, за кого болеть. И родители, может быть, не поддерживали ЦСКА, они пришли болеть за ЦСКА, потому что ЦСКА выбрал Европейский Кубок. Это победы, победы, да, любые. Это такой хороший жизненный наркотик, да, от которого ты впоследствии не можешь отказаться. И если ты мне скажешь, да, что выбирать победы, деньги, там, или что-то еще, я всегда выберу победу, да, потому что та уверенность, которая приходит с победами, ты не можешь ее ничем заменить. Поэтому только победы, чувак. И посмотрите, значит, если взять там Игнашевича, который играл до 39 лет, если взять братьев Березуцких до 36, Юра Жирков до сих пор играет, Акинфеев до сих пор играет, Вагнер до сих пор играет в Казахстане. Ну, а остальные игроки, наверное, кто-то закончил, кто-то, может быть, еще для своего удовольствия играет. Но в целом, в целом, эти игроки принесли, конечно, огромную славу клубу и нашему отечественному футболу. Вы, насколько я знаю, несколько раз хотели вернуться в ЦСКА, как игрок и, может быть, даже как тренер. Ну, что касается возвращения, то были какие-то моменты, опять же, связанные. Конкретная ситуация по возвращению была только один раз, когда Леонид Викторович мне позвонил. Я уже был в Казани. Это единственный раз, когда реально обсуждался мой переход из Рубина в ЦСКА. Но на тот момент Рубин не хотел отпускать бесплатно. Что касается суммы изначально, которая была там приемлемой. Сначала они могли договориться, а потом, вроде бы, уже было желание со стороны ЦСКА как-то что-то предложить. Но на тот момент уже получилось, что чуть-чуть время упустили. Я продлил контракт с Рубином, и с точки зрения человеческой, то, что я уже решение принял, уже назад было не отмотать. Это единственный раз, когда действительно был такой реальный момент вернуться. У вас осталось сожаление по этому поводу? Нет, у меня нет ни почему сожаления. Все в жизни происходит так, как должно быть. Мы должны всегда думать в большей степени о будущем и благодарить судьбу за то, что мне посчастливилось играть в ЦСКА на протяжении достаточно длительного времени. И мне посчастливилось прожить свою жизнь, ту, которая была мне предначертана. Так правда, что у вас Милан всерьез хотел с Васей после победы в Куэфа? Это кто тебе такой глупость рассказал? Вася говорит, что смотрели вас из Милана. У меня есть такое предположение, что нас смотрели все клубы. Вообще, которые, возможно, я даже не удивлюсь, что Флэнтино Террис так смотрел. Финал Куэфа увидел на сал. О, вот этих двух точно не брать. Я, честно, слышал какую-то фигню. Но надо понимать, что я думаю, что даже в то время смотрели всех за всеми. Тем более за игроками, которые играют в финале Кубка Уэфа. Молодые. Если бы ты сейчас мне предложил вернуться в то время и сказать, что поехал бы я куда-то или нет, если бы это предложение было, да не факт, что бы я поехал. То есть, наверное, нет. Когда тебе кажется, что ты растешь, когда тебе кажется, что чемпионат России растет вместе с тобой, когда тебе кажется, что российский футболь будет развиваться, нет никакого смысла ехать. То есть, я могу понять ребят сейчас, которые просто поголовно хотят уехать в европейские чемпионаты. Потому что они видят, что развитие футбола в России зашло в какой-то легкий тупичок. И переезд в Европу прям смотрится очень красиво и грамотно. Но когда ты растешь и двигаешься вместе с чемпионатом, да, то есть и вместе с российским футболом, все-таки переезд в другую страну смотрится не таким логичным решением, как кажется. Когда задают эти вопросы, да, почему тогда много футболистов не уезжало поголовно, да. Всех, кого звали в нормальные клубы, все уезжали. То бишь, там, Челси, Арсенал, Топенхэм и их жизни, да. Но большинство футболистов просто не звали в такие клубы, большинство, как и меня. А уходить в середняков в тот момент не было никакого смысла. Сейчас, я же говорю, ситуация поменялась. В первую очередь, потому что уровень чемпионата России падает. И, естественно, ты там, даже в команде в середнике, ты гораздо быстрее прогрессируешь, чем, особенно если ты молодой игрок, чем в чемпионате России. Мы невероятными шагами двигались на тот момент, да, то есть победа ЦСКА, да, ну, можем привести еще победу Шахтера, победа Зенита, 2008 год чемпионат Европы, а потом все это резко улетучилось, и, к сожалению, все пошло на спад. Мне кажется, что, во-первых, не было действительно безумных денег и переплат, которые есть сейчас. Так не бил по всем лимит, когда паспорт является гарантией твоей зарплаты и твоего места в составе. Было меньше факторов, которые способствовали деградации, и больше факторов, которые способствовали тому, чтобы добиваться побед. Ну и плюс поколение то, которое можно там заглавить фамилией Аршавина, на самом деле, пусть он и к ЦСКА не имеет отношения, но все-таки то поколение, мне кажется, требовало себя больше. Оно было талантливее, и свои таланты лучше проявляло, чем нынешнее. Это не брюзжание старческое, мне кажется, сейчас мы можем это констатировать просто как некий факт, как диагноз. Представляешь, каким трудом было тяжело добиться, чтобы три команды участвовало в Лиге Чемпионов. Да, и это все, вот это прошлое, да, того, к чему мы шли, сейчас, к сожалению, уходит на нет, и мы, к сожалению, находимся, наверное, в какой-то, в каком-то падении, и дна этому падению, наверное, пока, края этого падения, наверное, не видно. Наверное, мы опять дойдем до одной команды Лиги Чемпионов. Для того, чтобы наш чемпионат становился конкурентноспособным, на мой взгляд, нужно создавать условия, которые были бы также конкурентноспособны в Европе и по составу, и по экономической всесоставляющей, естественно, и по лимиту игроков. То есть, естественно, во главе угла всегда должен быть спортивный принцип. Кто сильнее, тот должен играть. Тогда это будет здоровая конкуренция, тогда это будет определенный рост и стимул для российских игроков ехать в Европу, зарабатывать больше в Европе, прежде всего, играя в более сильных клубах. Тогда начнется некое движение. Сейчас у нас такой период затишья. Миш, мы с тобой были на молодежном Евро, и мы видели, как сильно мы отстали по методикам, по тому, как мы расти, мы относимся к молодежи, по перегретости. То, что у нас есть, там даже не знают, что можно платить 18-летнему футболисту какие-то безумные деньги. То есть, мы систему координат так расшатали, что мне кажется, пока мы ее снова как-то не стабилизируем, мы ничего не добьемся. Маленькие, небольшие футбольные страны, которые таковыми были в нашем понимании, далеко убежали вперед. Как вы считаете, мы сейчас очень далеки от тех побед, которые были в пятом, в восьмом году? Или все это может опять же быстро измениться, как вот ЦСКА очень быстро прошел путь от Вардера до Лиссабона? Что касается возможно, какие-то, наверное, единовременные всплески невозможны. Но это никак не будет тенденцией. На данном этапе тенденция не самая благоприятная в плане развития всего футбола. Определенный клуб на определенном отрезке может показать, ввиду разных причин, хороший результат, но это будет скорее исключение с правилом, чем правило. Когда национальная сборная стала брозным приземным чемпионатом Европы, костяк сборной составил из ЦСКА и Зенита. Вот вам, пожалуйста, сильная лига, сильные клубы и сильная сборная. Вот тогда не было никакого лимита. Вот тогда лимита абсолютно не было. И была конкуренция в клубах. Что было по городам? Люди с ума сходили, когда вы с клубом приезжали? Да. Для них это было каким-то невероятным шоком, ожиданием. И Краснодар, в котором мы играли первые две домашние игры, тоже был причастен к этому. То есть вся Россия была на тот момент причастна к этой победе. Она первая. И не важно, что это был какой-то определенный клуб, у которого есть там свои болельщики. Да, то есть все переживали за это. Всем это было интересно. Валерий Георгиевич, это по итогам как раз того победного сезона в Кубке УЕФА, да? Да, это Бенитос. И я был признанным. Чемпионеры Европы. А вот Бенитос. Где он? Вот, видите? А это вот... Он с Кубком Лиги Чемпионов. Вы с Кубком УЕФА, да, тогда? А это Энди Роксбург. Это возглавлял департамент тренеров Европы. Действительно, помимо творчества, была и, конечно, настоящая семейная обстановка. Поэтому я горжусь этими игроками, гордился и всегда буду рад видеть их, потому что действительно они сделали очень многое. И за семь лет работы нашей совместной работы выиграть три чемпионства, три серебра, четыре кубка, кубок УЕФА, это сложно. Это трудно, потому что выиграть одержать чемпионат – это не проблема. А держать на таком уровне – это всегда сложно. Понимаешь, для меня это победа в Кубке УЕФА, это что-то особенное, да, то есть, но это никак не жестяная банка, да, то есть, которую нам дали, да, то есть, я отношусь к этому по-своему, да, для меня это какие-то истории, да, то есть, для меня это события, которые происходили вокруг этого матча. Для меня это превозмогание самого себя, да, когда мы играли, это партнеры, да, которые делали это вместе со мной, а я с ними, да, там, тренерский штаб, клуб. Ну, а банка, медали мне не интересует, я даже не знаю, где они, вот, представляешь, я не знаю, где вообще все это валяется и мне по барабану. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам, ребята, и низкий поклон вам от всей страны.